Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ах ты ж, зараза! Сколько же можно? Что там случилось уже? Ты представляешь, этот подлец опять на коврик обгадил. Опять Озерский кота выгнал на улицу на ночь. Ну, и чего ты звонишь? Ты что, не знаешь, что он раньше одиннадцати не выходит? Есть кто дома? Эдуард? Эдик? Эдуарда Васильевича Озерского соседи знали как человека тихого и замкнутого. Хотя ему было уже за 50, собственно, с семьей он так и не обзавелся. Самым близким для него существом был кот дворовой породы с ужасным характером и аристократическим именем Арчибальд. По профессии Эдуард Васильевич был художником-реставратором и зарабатывал на жизнь восстановлением старых картин. Работать любил дома, для чего обустроил в одной из комнат что-то вроде мастерской. С соседями ладил плохо, сказывалась замкнутость. Да и Арчибальд то и дело гадил на соседские коврики, что не добавляло хорошего отношения к его хозяину. Эдуарда Озерского задушили. На шее остался отчетливый красный след, ровный, словно прочерченный под линейку. Рядом с телом на полу валялась струна, толстая и прочная. В некоторых местах она прорезала кожу погибшего и глубоко впилась в плоть. Других повреждений на теле убитого не было, разве что небольшое рассечение на брови. В любом случае, смерть произошла не в результате этой травмы. Скорее всего, он умер от механической асфиксии. Дайте струну и лупу. На струне следы крови и частички шерстяного ворса. Убийца явно был в перчатках, в шерстяных, ну, в простеньких. Вот остались волокна. Так, а это что? В гостиной были заметны следы борьбы. Перевернутый стул, на полу возле стола осколки разбитой чашки. На столе стояла консервная банка от килек, которую использовали в качестве пепельницы. Ее, похоже, тоже кто-то зацепил. Большая часть пепла и окурков была не в банке, а вокруг нее. Видишь, прожег газету. Хорошо, что не было пожара. Литературная газета. Все называли ее просто «литературка». Еженедельник, 16 страниц, 4 листа. Одного из них не было. Опа! Страниц это и нет. Под диваном обнаружили зажигалку с отпечатками пальцев, которые, как оказалось позже, Озерскому не принадлежали. Над мотивом преступления сыщикам предстояло поломать голову. Во всяком случае, было очевидно. Проишедшее не походило на ограбление. В ящике деньги. И часы. Золотые. Или позолоченные. Очень странно. В квартире очень много драгоценных вещей. А ничего не взяли. Следов взлома на двери сыщики не обнаружили. Либо убийца открыл ее ключом, либо Озерский сам пустил его в квартиру. В таком случае, он был знаком с этим человеком и доверял ему. Дверное полотно целое. Рама тоже. На сердцевине замка следов взлома нет. Оперативники уже заканчивали свою работу, когда на лестничной площадке появился какой-то молодой человек. А что здесь происходит? А вы кто? Я коллега Эдуарда Васильевича. Точнее, не коллега, скажем так, помогая ему по работе. Мы договаривались, что я сегодня зайду. А вы кто? Вашего коллегу убили. Молодого человека звали Олег Ветров. Вырос в интернате. С детства любил рисовать и мечтал стать художником. Я у него в подмастерьях работал. С худообразованием у меня, скажем так, не особо сложилось. Но Эдуард Васильевич во мне что-то разглядел. А как вы познакомились? Я работу искал. Пришел в его мастерскую. Правда, туда на ставку от меня брать отказался. Но сказал, что в домашней мастерской ему помощник не помешает. Я согласился. Это же отличная школа. Скажите, а у погибшего были какие-то враги? Может, он с кем-то ссорился при вас, либо же по телефону? Я только один раз видел, чтобы он с кем-то ругался. С братом. А когда это было? В прошлый четверг, получается. Да, четыре дня назад, получается. Младший брат Эдуарда Озерского, Илья, можно сказать, бедствовал. Жил в общежитии. К брату в тот день он приходил не просто так. По словам Ветрова, Илья просил денег. Речь шла о приличной сумме. Илья хотел строить кооперативное жилье. Но денег на первый взнос у него не было. Ну, ты не увиливай. Ты просто скажи, поможешь мне? Денег дашь? У меня нет денег для тебя. Ты слишком много просишь. Слишком много? Получив отказ, Илья просто взбесился. Стал ругать брата последними словами. Казалось, вот-вот набросится. В ответ Эдуард лишь потребовал, чтобы Илья как можно скорее ушел. Попомнишь у меня еще? Пошел вон! Ветров рассказал, что закрывая за братом входную дверь, Эдуард не удержался, бросил ему в спину обидную реплику. Я через дверь все слышал. Эдуард Васильевич назвал брата неудачником. Сказал, что лучше бы тот вообще где-то сгинул. И что, брат? Тут я его слова точно запомнил. Он сказал, ты, Эдик, своей смертью точно не умрешь. Потом плюнул, развернулся и ушел. Как мне показалось, Эдуард Васильевич эту угрозу серьезно не воспринял. Махнул рукой и ушел в квартиру. Скажите, а вы курите? Нет, а что? А Озерский или его брат? Эдуард Васильевич? Нет, никогда. А вот брат его курит много. Смолит свои Ту-134, как паровоз. Ту-134? Угу. А курки сигарет, найденные в квартире убитого, были именно этой марки. Сигареты с фильтром в Советском Союзе стали производить лишь в 1966 году. Но уже через несколько лет их ассортимент в разы превышал ассортимент, например, тех же колбасных изделий. Названия марок и картинки на пачках стали своеобразной энциклопедией жизни страны. По ним можно было изучать особенности официальной истории, идеологии и даже географии. Названия говорили сами за себя. Союз, Аполлон, Победа, БАМ, Рейс, Ленинград, Столичная. В середине 70-х в стране появились импортные, болгарские сигареты с фильтром. Курильщики-стюардессу ласково называли стервой. Ту-134 – смертью на взлете. А сигареты шибко из-за характерного рисунка на пачке «братская могила». Следователя Петрова, которому поручили расследование этого дела, личность брата погибшего, разумеется, очень заинтересовала. Поскольку мотив для убийства у него был, причем достаточно серьезный. Семьи у убитого не было? Нет, только брат. Илья Озерский. Значит, он унаследует все имущество Эдуарда Озерского? Да, кроме квартиры. Илья Озерский в ней не прописан. Эта квартира их родителей. Они там выросли. Художника-реставратора Эдуарда Озерского задушили в собственной квартире. В гостиной следы борьбы. Версию ограбления отбросили сразу. Ценные вещи остались на месте. Вероятно, преступник хорошо знаком с убитым. Следов взлома на входной двери сыщики не обнаружили. Следствие выяснило, незадолго до смерти Эдуард Озерский сильно повстоил с братом. Илья Озерский женился очень рано, так тому же против воли родителей. После свадьбы он уехал к молодой жене в Ригу. Отец, заслуженный работник торговли, отвернулся от непутевого младшего сына и завещал все имущество старшему. Так что, кроме шикарной квартиры, Эдуарду достались пятизначная сумма на счету в сберкассе и автомобиль. Год назад блудный брат развелся и вернулся в родной город. Устроился в мастерскую по ремонту музыкальных инструментов. Получил комнату в общежитии. Но, похоже, новой жизнью был не сильно доволен. Илья явно завидовал старшему брату и считал, что с ним обошлись несправедливо. Петров предположил, что ссора между братьями вполне могла закончиться убийством. Сыщики осмотрели комнату Ильи в общежитии. В саквояже нашли несколько струн. Именно такой задушили Эдуарда Озерского. Что это? Струны от пиодина. Я настройщиком подрабатываю. Приходится таскать с собой всякую мелочь. Вдруг что пригодится. Нравятся болгарские? Ну, если деньги есть, могу и тушку себе позволить. А что? Да тут в двух словах не расскажешь. Продолжить беседу с подозреваемым Петров решил в своем кабинете. Отпечатки пальцев Ильи Озерского совпали с отпечатками на зажигалке, которую нашли в квартире его убитого брата. Впрочем, Илья и не отрицал, что зажигалка его. Я когда у Эдика был на прошлой неделе, мы поздорили немного с ним. Я тогда ушел на эмоции и, видимо, зажигалку на столе оставил. С алиби у вас слабовато. Мы проверили. Вечер убийства Озерского с работы вышли вовремя, не позднее семи. А вот по утверждению вахтера, вообще жути пришли довольно поздно. Да вы все равно не поверите, там история такая произошла. Как знать, как знать. Рассказывайте. Хорошо. В тот вечер Илья Озерский вышел с работы около семи вечера, но домой не поехал. Накануне позвонил какой-то человек с просьбой настроить пианино. Жил он на другом конце города, да и время назначил не самое удобное. Но оплату предложил хорошую. К тому же пианино требовало небольшого ремонта, что означало дополнительный заработок. Илье очень нужны были деньги. Добирался он тяжело, две пересадки, долгие ожидания на остановках. А приехав на место, обнаружил, что дома с указанным адресом не существует. Ну и почему тогда вы не перезвонили заказчику? Так он мне телефона не оставил. Ну я так понял, у него домашнего нет. Он мне с автомата звонил. Я тогда приехал по адресу, покрутился там немного, проспрашивал. Так ни с чем и уехал. А в котором часом все это было? Ну туда я приехал где-то в полдевятого. Ну час ходил там, спрашивал. Потом на остановке стоял, чуть не околел автобуса, ожидая. В общаге был где-то в полдвадцатом. Илья Озерский утверждал, что есть один человек, который может подтвердить его слова. Собака на меня тогда напала, чуть штаны все не провала. Илья Озерский плохо разбирался в собаках. Но по его мнению, на него напал пес-боксер. Гулял он без поводка. И заприметив на территории двора чужака, ринулся на него. Хозяин пса подбежал почти сразу и оттащил своего питомца от Ильи, который испугался до полусмерти. После тщательного осмотра тела Эдуарда Озерского, судмедэксперты назвали окончательную причину смерти. Выходит, его все-таки задушили, да? Да. А рана на виске? Она скорее на брови, чем на виске. Это обычное рассечение. Могло случиться при потасовке. Или когда упал на пол, ударился. Эксперты также установили приблизительное время смерти Озерского. Его убили часов за 12 до того, как соседка обнаружила тело. То есть накануне вечером, около 8 или 9 часов. Илья Озерский, по его словам, в это время находился на другом конце города. Однако следователь Петров сомневался, что он говорит правду. И решил проверить его историю. Понятно. Сыщики приехали в то место, где Илью Озерского покусала собака. Прошлись по дворам, пообщались с местными жителями. Гражданка! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а в вашем дворе собачатников много? Ой, хватает. А собака породы боксер, не знаете, есть у кого? Боксер? Такой мордатый. Есть один. Вон в том подъезде живет. Ой, уже спас от него нет. Его когда гулять выводят, весь двор пустеет. На днях мужчину покусал. Не местного. Не этого ли мужчину? Похож, но я его лица нормально не разглядела. Вам надо у Игоря спросить. Он то лицо его нормально разглядел. Спасибо вам. Пожалуйста. Игорем звали хозяина собаки. Женщина сообщила, в какой квартире он живет. Здравствуйте. Гладун Дмитрий Андреевич. Здравствуйте. Проходите. Мы к вам по поводу происшествия с вашей собакой и Ильей Озерским. Как же так? Я ведь извинился. Я даже деньги предложил. А он, значит, кляузу все-таки на меня написал, да? Нет. Ничего он не писал. Мы здесь по другой причине. Илья Озерский подозревается в убийстве своего брата. Что вы можете сказать об том инциденте более подробно? Да, я его узнаю. Уверены? Да, да, точно уверен. Он. А в котором часу ваша собака набросилась на этого человека? Она, неважно, в общем. Я после этого еще минут десять гулял. Когда зашел домой, как раз программа «Время» начиналась. Значит, Озерского видели где-то без десяти девять. А он сразу ушел? Да, сразу. На автобусную остановку. Я в начале десятого из окна выглядывал, видел его, стоял еще. У нас вечером с транспортом плохо. Ясно. Спасибо. У следователя Петрова сложилось стойкое ощущение, что Илью Озерского пытались подставить. Его специально отправили по несуществующему адресу именно во время убийства, чтобы гарантированно лишить алиби. Выбор орудия убийства тоже заставил задуматься. Преступник использовал струну от пианино, а затем оставил ее возле тела. Он буквально скормил сыщикам улику, которая красноречиво указывала на конкретного человека, Илью Озерского. Выходит, то, что на Озерского напала собака, пошло ему на пользу. Было очевидно, что преступник многое знал о братьях и об их непростых отношениях. Это мог быть их общий знакомый. Петров еще раз поговорил с Ильей Озерским. Тот сказал, что, возможно, знает, где сыщикам следует искать убийцу. Я тогда сразу сказал Эдуарду, добром это не кончится. Что добром не кончится? Давайте как-то по порядку, хорошо? По словам Ильи, во время его последней встречи с братом, а ругаться они тогда начали не сразу, Эдуард много хвастал своими успехами. Оказывается, он не только восстанавливал старые картины, но и создавал подделки под старину. Недавно вот нарисовал икону и продал под видом уникального артефакта начала 19 века. Продает их за большие деньги. А ты этого дурака где взял? Почему дурака? Тут так все сделано, не подкопаешься. Я эту икону какому-то цыгану продам по прозвищу Рыжий. А вторая точно такая же у меня, в мастерской сохнет. И ее продам. Один к одному, что ли? Не то слово, абсолютно. Он думает, что я ее у какой-то бабки выдурил. Сейчас идет процесс реставрации. Как же мне нравится этих напыщенных урок дураками делать. Кому-то из урок, видно, это не понравилось. Я думаю, или этот Рыжий, или еще кто-то. Он обман увидел и решил наказать брата. Упоминание о второй поддельной иконе заинтересовало Петрова. Ведь во время осмотра квартиры убитого ничего подобного сыщики не обнаружили. Сами-то видели эту вторую икону? Своими глазами. Сыщики покопались в архивах и выяснили, что человек, о котором говорил Илья Озерский, действительно существует. Василин Алмазов по прозвищу Рыжий. В своих кругах человек уважаемый. Цыганский барон, авторитет в преступном мире. Рыжего знали как любителя всякой старины, в которой были обвешаны все стены его дома. Но сам он в живописи не разбирался. Значит, выявить добротную подделку мог только при помощи специалиста. А таковых на весь город было несколько человек. Петров решил пообщаться со всеми, поспрашивать, не приносил ли кто-нибудь старинную икону на оценку. Но пока сыщики собирали информацию, один из таких специалистов, Андрей Геннадьевич Бабкин, обратился в милицию с заявлением о краже. Ему показали фотографию Василина Алмазова, и коллекционер узнал в нем мужчину, который приходил к нему накануне. Рыжий пришел к Бабкину не один. Его сопровождали двое мужчин. Цыган принес икону и попросил ее посмотреть. Можешь определить, сколько ей лет? Для точного определения возраста потребуется время. Ну а так сразу сказать, старая она или нет, можно? Давайте гляну. Дерево очень старое. А вот краска свежайшая. Тот, кто продал вам эту икону, рассчитывал на то, что проверять ее вы не будете. Алифа еще тут до конца не высохла. Но в целом подделка очень качественная. Через какое-то время на глаз уже ничего и не определишь. Прибью гниду! Рыжий просто взбесился и закатил такой скандал, словно виноват во всем был Бабкин. Минут через пять цыгане успокоились и ушли. А еще через пять минут Андрей Геннадьевич обнаружил пропажу грузинского серебряного чайника, уникальной вещицы 17 века. Сыщики отправились к Василину Алмазову по прозвищу «Рыжий». Формальным поводом для визита стал чайник, украденный у коллекционера Андрея Бабкина. Нашелся он сразу. Стоял на столе на самом видном месте. Опа! А вот и чайничек. Удивительная вещь. Ручная работа. И откуда у Вас такое чудо? Не помню. Зачем спрашивать? Прежний хозяин по нему очень сильно скучает. Я его у одного цыгана купил. Где он его взял, я не спрашивал. Не принято у нас дурные вопросы задавать. Старинный серебряный чайник стоил немалых денег. Его кража была достаточно серьезным преступлением, чтобы надеть на рыжего наручники и сопроводить в отделение. Но его эта перспектива, похоже, нисколько не беспокоила. Это все? Или еще что-то хочешь спросить? У меня времени мало. А вам знаком гражданин по имени Эдуард Озерский? Да. Он, видишь, икона висит. Это он нарисовал. Правда, мне сказал, что это 18 век. Вот кто настоящий жулик. Эдуарда Озерского убили. Четыре дня назад. Правда? Так ему и надо. И вы, конечно же, к его смерти не причастны. Ты что такое говоришь? Ни в коем случае. Конечно, нет. Я приезжал к Эдуарду Озерскому на работу. Устроил художнику небольшую взбучку. Зачем мне его убивать? Он мне денег должен. Эдик сказал, деньги на книжки. Мы поехали в сберкассу. То есть вы хотите сказать, что Озерский вернул вам деньги, и вы расстались с друзьями, да? Какие тут друзья? Он мне кинуть хотел. А в остальном, да. Все-таки было. Мы поехали в сберкассу. Он деньги с книжки снял. Не отдал. Адрес? Сберкасса назовите. Кассир подтвердила, что художник действительно снял большую сумму денег. Она хорошо запомнила Озерского, который заметно нервничал. Конечно, Рыжий все равно мог убить Озерского из желания отомстить. Но выяснилось, что в тот вечер, когда кто-то сдушил Озерского, цыган гулял на свадьбе. Он выдавал замуж одну из своих многочисленных дочерей. Двое крепких парней, которые повсюду его сопровождали, оказались братьями Рыжего. Они, разумеется, тоже были на свадьбе. Один из них взял на себя вину за кражу чайников. Оставалась возможность, что Рыжий нанял исполнителя со стороны, но никаких доказательств этого у Петрова не было. Следователь начал настраиваться на то, что расследование будет долго. Но тут произошло событие, которое значительно ускорило ход расследования. Квартиру Эдуарда Озерского ограбили. Следователю позвонила бдительная соседка и сказала, что в квартире Озерского кто-то побывал. Преступники проникли в нее ночью. Замок оказался вскрыт, причем довольно профессионально. Деньги, которые лежали в столе, золотые часы и прочее, добро, оставшееся в квартире после убийства, снова осталось нетронутым. Видимо, мелочевка взломщиков не интересовала. Они пришли, чтобы сорвать большой куш. Вскрыли тайник, оборудованный в стенном шкафу. Стенка шкафа снимается. За ней сейф. Замок кодовый. Его просто так не вскроешь. Этот просверлен. На острой кромке дверцы следователь заметил небольшую шерстяную нить. Преступник, вероятно, работал в перчатках и зацепился за уголок. Какая интересная ниточка. Скажи, струна, которой был задушен Озерский, на ней остался шерстяной ворс? Даже цвет такой же. Вот. Значит, преступник вернулся на место преступления. Если и убийство, и ограбление было делом рук одного человека, становился понятен мотив. Кто-то убил Озерского, чтобы украсть его деньги, но не смог вскрыть сейф с первой попытки. Поэтому вернулся за деньгами через какое-то время. На полу возле сейфа валялся клочок оберточной бумаги. На ней были видны следы загибов. По ним можно было определить, что в эту бумагу была завернута пачка денег. обломок зуба. Да ладно. Мелковат. Детский, что ли? Может, и взрослый. Например, верхний резец. Возникает вопрос, как преступник на месте преступления мог забыть ползуба? О, дает. Так он же зубами обертку грыз. Пакет с деньгами, обмотанный изолентой, был из плотной прочной бумаги. Пообщавшись со свидетелями, сыщики узнали, что преступников было двое. Мало того, что они сильно наследили в квартире Озерского, так еще и соседку разбудили. Мария. Да. А вы не заметили ничего необычного? Может быть, слышали что-нибудь? Да. Меня разбудил какой-то странный звук. Знаете, на звук бормашины похожий. Я думаю, это была дрель, при помощи которой они вскрыли этот сейф. Шумело недолго, но сон у меня прошел. Я стала воды попить, а тут у соседа дверь скрипнула. Мария Степановна тихо подошла к двери и посмотрела в глазок. Увидела двух мужчин. Первый уже спускался по лестнице, его лица женщина не рассмотрела. Второй замешкался у двери. Грабитель укутался в шарф. Было видно лишь верхнюю часть его лица. Женщина запомнила только большой, хорошо различимый синяк на его щеке под правым глазом. Сейф в квартире Озерского вскрыли профессионально. Было очевидно, что работал опытный медвежатник. Сыщики обратились к архивам. Копаясь в пыльных папках, следователь наткнулся на дело Романа Горского. На его лице под правым глазом красовалось большое пятно, шрам от химического ожога. В тусклом свете, да еще и глядя через дверной глазок, следительница вполне могла ошибочно принять это пятно за синяк. Женщине показали снимок медвежатника. Она внимательно его рассмотрела и сказала, что хоть и не уверена но скорее всего она видела именно этого человека. Художника-реставратора Эдуарда Озерского задушили в собственной квартире. В гостиной следы борьбы. Версию ограбления отбросили сразу. Ценные вещи остались на месте. Выясняется, незадолго до смерти убитый продал поддельную икону цыгану по прозвищу Рыжий. Покупатель под подозрением. Но на вечер убийства у Рыжего алиби. Вскоре двое неизвестных вскрывают сейф в квартире художника. Бдительная соседка на лице одного из грабителей заметила синяк. Предположительно, в квартиру убитого мог проникнуть вор-медвежатник Роман Горский. Роман Горский жил в пригороде. Когда оперативная группа прибыла на место, дверь долго никто не открывал. Хотя внутри определенно кто-то был. В окнах горел свет, а из печной трубы поднималась струйка дыма. Ломаем дверь. Воздух внутри был такой, что хоть топор вешай. От табачного дыма слезились глаза. Хозяин дома спал. Стол был заставлен остатками праздничной трапезы, пустыми бутылками от дешевого вина, консервными банками, хлебными корками и прочим. Горского разбудили. Правда, с величайшим трудом. Он был пьян и не мог понять, что происходит. Что за... Кто такие? Тихо. Убирайтесь отсюда. Спокойно, спокойно. Кто вас вообще позвал? О, какая встреча. Под кроватью прятался еще один мужчина. Он не желал вылезать сам. Его пришлось буквально вытащить за ноги. Ко всеобщему удивлению им оказался Олег Ветров, юный подмастерье убитого художника. Я к другу в гости зашел. Мы с Ромкой в одном интернате росли. А ты чего под кровать-то полез, а? Так я это... испугался. Бандиты, думал, лезут. Оперативник нашел в доме сумку. В ней электродрель, набор отмычек, кое-какие инструменты. Улик, которые бы подтверждали, что именно эти двое минувшей ночью побывали в квартире убитого художника, не было. Вы бы хоть объяснили, что ищете. А то только зря время расходуете и свое, и наше. Недобрая у вас улыбка, Ветров. Ох, недобрая. Я бы даже сказал предательская. И кого же она предает? Вас, Ветров. Вас. Следователь обратил внимание на правый рукав Ветрова. К нему прилип кусок квашеной капусты. Тут следователя осенило. Он понял, где нужно искать. Дима. Да. А ты на входе катку с квашеной капустой видел? Видел. Проверял. Внутри, что ли? Ну да. Нет, не проверял. Проверь. Следователь заметил, как потемнело и нахмурилось лицо Олега Ветрова. Содержимое катки вывернули наружу и нашли на дне кухонное полотенце, а в нем пачки с деньгами. Все, кроме одной, аккуратно запакованы в оберточную бумагу. На каждой пачке указана сумма. Позже графологическая экспертиза определила, подписаны они рукой Озерского. Вероятно, Ветров увидел оперативников в окно и спрятал добычу туда, куда, по его расчетам, никто заглядывать не станет. Он понимал, что деньги промокнут. Но на тот момент это пугало его меньше всего. обломок зуба, найденный в квартире Эдуарда Озерского, действительно принадлежал Олегу Ветрову. Кроме того, у парня в кармане куртки нашли перчатки шерстяные. На правой свежий зацеп. Шерсть такого же цвета, как та ниточка, что была обнаружена на дверце сейфа в квартире Озерского. Отпираться не было смысла. Ветров и не пытался. Да, я знал, что в квартире есть деньги. А Эдуард Васильевич мне к тому же за работу немного задолжал. Вот я и не удержался, украл. Но одно дело украсть и совсем другое убить. На такое я не способен. Складно вы все излагаете, Ветров. Очень складно. Откуда у вас эта икона? Это ведь Озерский написал? С чего вы взяли? Брат его нам рассказал, что таких икон две. Подделка под старину, из которых Озерский одну успел продать, а вторая осталась в мастерской таскать, высыхать. Это она? Почему подделка? Имитация старины? Да, это она. И откуда она у вас появилась? Мне ее Эдуард Васильевич за несколько дней до смерти сам отдал. С ней еще кое-какую работу по мелочевке нужно было провести, а у него времени не было. И снова вы врете, Ветров. Я вам это докажу. Подозреваемый, разумеется, врал. Петров знал это наверняка. В то утро, когда Эдуард Озерский был обнаружен мертвым в своей квартире, на его письменном столе лежала газета. Литературка за 22 января. Она была прожжена насквозь сигаретным окурком. Одна страница отсутствовала. Икона, найденная у Ветрова, была завернута именно в эту страницу. Говорить об этом с уверенностью позволяли следы от окурка. А эти листы мы нашли на месте преступления. Но если сопоставить вместе, то прожженные места на газете совпадают. Идем дальше. Эксперты также изучили шерстяные перчатки Ветрова и установили, что аналогичный цвет и состав имела не только ниточка, которая зацепилась за дверку сейфа при ограблении, но и кусочки ворса, оставшиеся на струне, которая была использована в качестве орудия убийства. Поначалу убивать я его не хотел. Была мысль забрать деньги. В тот день, когда он продал икону цыгану, Эдик на радостях свалял дурака, спрятал деньги в сейф при мне. Он что, в тайник при вас полез? Да. Он думал, я в мастерской сижу, а я тихо наблюдал за ним из прихожей. Так я и узнал, что Озерский хранит свои капиталы не только на книжке. И что вам помешало просто взять и ограбить Озерского? Озерский хранит. Но он бы точно понял, кто это. Урки знакомые у него есть. Нанял бы кого-то, чтобы не оттого. В общем, так было надежней. Ветров долго думал, как провернуть дело так, чтобы остаться вне подозрений. Решение пришло само. Когда парень стал случайным свидетелем ссоры между братьями Озерскими, то сразу смекнул, кого можно подставить. К тому же Илья в тот вечер со злости бросил в квартире брата зажигалку и подарил Ветрову шикарную улику. Олежка, это ты? Уже уходишь? Ветров был моложе и крупнее своей жертвы. Справиться с Озерским ему не составило проблем. После, не теряя времени, он сразу перешел к следующей части планов. В квартире должны были остаться улики, указывающие на брата убитого. Струна, брошенная прямо возле тела, косвенно указывала на Илью, мастера по ремонту и настройке музыкальных инструментов. Больше всего возни вышла с окурками сигарет. Ветров не курил. А сами по себе сигареты тлеть не хотели. Главная улика зажигалка. Ее Ветров кинул под диван. Убийца решил навести в комнате легкий беспорядок, оставить следы борьбы. Он сбросил на пол чашку, перевернул на столе консервную банку, служившую пепельницей. Ветров не заметил, что один окурок все еще тлел. Он упал на газету и прожег в ней сквозную дыру. Все вышло по плану, кроме сейфа. Ветров был уверен, что сможет открыть замок. На связке ключей Эдуарда Озерского был ключ, который не подходил ни к одному замку в доме. Ветров не сомневался, что это ключ от сейфа. Но когда он добрался до замка, то к своему разочарованию обнаружил, что он кодовый. К такому повороту преступник готов не был. Позже сыщики выяснили, что на работе у Озерского был еще один сейф попроще. Вот его-то и открывал таинственный ключик на связке. Ветров об этом даже не догадывался. Перед ним стояла неразрешимая задача. Единственный человек, который знал правильную комбинацию чисел, мертв. Ветров решил уйти, чтобы позже снова вернуться. Преступник переставил заднюю стенку стенного шкафа на место. Он, конечно же, не хотел, чтобы тайник обнаружили оперативники, которые прибудут на место преступления. Единственная вещь, которую стоило забрать, поддельная икона. Вторая из двух близняшек. Заказчик суровый человек, криминальный авторитет. Ветров договаривался с ним лично, даже задаток взял. Так что в избежании проблем заказ стоило выполнить. Прокол с сейфом, что называется, выбил преступника из колеи и спутал все мысли. Он утратил концентрацию и совершил ошибку. Вынул лист, излежавший на столе литературки, и завернул в нее икону. Помочь справиться с сейфом Олег Ветров попросил давнего товарища Романа Горского. Они росли в одном интернате. Рома с детства любил возиться с замками и мечтал стать медвежатником. Повзрослев, Горский осуществил свою мечту. Лучшего помощника Ветрову было не найти. Преступники сорвали приличный куш. В сейфе лежало 52 тысячи рублей. Деньги по тем временам огромные. Вот только парни не то, что потратить, но даже и поделить деньги не успели. Преступников взяли по горячим следам. Горский, уже имевший проблемы с законом, получил за кражу 7 лет лишения свободы. Ветрова ждал более суровый приговор. Прокурор требовал для него высшие меры наказания, но суд ограничился 15 годами колонии строгого режима. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Маргарита Лебедева сотрудница Одесского проектного института Оргэнергострой была счастлива как никогда. Женщина наконец-то получила квартиру в новом доме и уже мечтала, как ее обустроят. Так, 35-е еще вчера одно штукатурили. Угу. Зурела, что ли? Засебесы! Вася, здесь мертвец! Утром 20 февраля 1976 года в Одессе по адресу Светлый переулок 8 обнаружили труп мужчины. Дом, где это случилось, принадлежал проектному институту Оргэнергострой и еще не был сдан в эксплуатацию. Многие будущие жильцы дома вышли в то утро на субботник, чтобы помочь строителям подготовить объект к сдаче. Труп мужчины никто из строителей и будущих жильцов, которые вышли на субботник, не опознал. Эксперт-криминалист никаких признаков насильственной смерти не обнаружил. Однако, его смутили зрачки покойного. Они были неестественно расширены. Слизистая рта была слишком сухой, а мышцы сведены с удорогой. Осмотрев тело на предплечье мужчины, суббитэксперт обнаружил след от инъекции, а на рукаве рубашки пятно крови. Прибыв на место происшествия, следователь Владимир Арапов обратил внимание на запах в помещении. А что за запах? Духи. Женские. Кто-то разбил флакон, остались только колпачок и фрагмент горлышка. Как называются? Не знаю. Скажу после экспертизы. Арапов предположил, что флакон мог разбиться не полностью, и хозяйка решила забрать надбитый флакон, чтобы спасти духи. Да что вы все про духи-то про духи. У меня есть кое-что поинтереснее. Что, Игорь Серафимович? Инъекционный след на предплечье. Обратим внимание. Я так понимаю, что это и есть причина нашей смерти. Может, ему в поликлинике угол сделали? Ни один маломальский грамотный медик не станет колоть в это место. Почему? Подойди, покажу. Больно? То-то же. Есть еще какие-то доказательства вашей версии? Расширенные зрачки, сухость срезистой, судорога. И на что это все указывает? Я, конечно, еще проверю и перепроверю. Но, как по мне, так классический случай отравления белодоной. Вот как? Я тоже добавлю. Укол мужчине сделали через рубашку. А вот на куртке следов вот прокола и крови я не нашел. Но зато есть два отпечатка. Один на бегунке, а другой на кармане. Дорогая вещь. Импортная. Криминалист сообщил, в кармане замшевой куртки обнаружен след от какой-то жидкости. Что это за вещество, установит экспертиза. Значит, кто он, мы пока сказать не можем. Что здесь сделал, тоже. А время смерти? 8, 8.30 утром. Кто его нашел? Это вы Сергеева спросите. Он сейчас как раз опрашивает людей. Очень хорошо. Проходите. Ищем его 10. Я так понимаю, труп нашли вы? Нет, первой дамочка была. Следователь Рапов, вы нашли труп? Да. Товарищи, расходитесь. Субботник окончен. А нам? Вы тоже можете быть свободны. Разговаривая с Маргаритой Лебедевой, Рапов снова почувствовал уже знакомый аромат духов. Что у вас за духи? Как называются? Клема. Настоящие французские духи, они такие дорогие. Так сказала героиня фильма «Ирония судьбы» или с легким паром о самых желанных для любой советской женщины духах клема от фирмы «Ланком». Флакончик стоил 50 рублей, треть зарплаты. Но даже при такой цене достать их было крайне сложно. До начала 80-х мало кто вообще видел, как клема выглядят. Поэтому лишь единицы узнали упаковку парфюма в руках героини фильма Нади Шевелевой. Маргарита Павловна, на месте происшествия мы нашли осколки от флакона с духами. Запах точно такой же, как у ваших. Да, это я духи разбила. Когда? Ну, когда? Труп увидели? Да. Скажите, а вы всегда с собой на субботник французские духи носите? Принесла коллеге похвастаться, так сказать. А где коллега? Не пришла. следователь следователь поинтересовался у Маргариты, знаком ли ей убитый. Женщина ответила, что нет. Тогда что он делал в вашей будущей квартире? Вообще-то это не моя квартира. Хорошо, что вы делали не в своей квартире? Планировки смотрела, сравнивала с нашей. Не каждый же день новую квартиру получаешь. Следователь не мог понять, почему Маргарита, увидев труп, все равно вспомнила о разбитом флаконе духов и забрала его. Я просто так растерялась. Ну, и потом, это же клема. Ну да, ну да. Я вынужден попросить у вас ваш флакон с духами. Возьмите. Флакон от духов проверили. Именно его содержимое было разлито на полу в новостройке. Экспертиза подтвердила предположение судмедэксперта. Мужчина скончался от большой дозы атропина, растительного алкалоида, вещества, которое содержится в белладонне. Атропин входит в состав многих медицинских препаратов. Его используют в лечении глаукомы, язвы, болезни сердца. Но доза, превышающая один грамм, может быть смертельный. Убитому вкололи около 4 грамм разведенных в воде для инъекций. Кстати, следы атропина были обнаружены и в кармане куртки убитого. Как и зачем мужчина носил его с собой непонятно. Следствие работало по двум направлениям. Сыщики проверяли данные о пропавших и отрабатывали отпечатки пальцев найденные на месте преступления. Один из них удалось идентифицировать. Он принадлежал ранее судимому за квартирную кражу 37-летнему Евгению Громову. В одной из квартир новостройки обнаружен труп неизвестного. Дом, где это случилось, еще не был сдан в эксплуатацию. Мертвого мужчину нашла владелица одной из квартир Маргарита Лебедева, которая с другими новоселами пришла на субботник. Никто не опознал мертвого мужчину. На куртке убитого эксперт обнаружил несколько отпечатков пальцев, а в кармане следы неизвестной жидкости. Мужчина скончался от инъекции большой дозы антропина. Один из найденных отпечатков идентифицировали. Он принадлежал вору-домушнику Евгению Громову. Громов оказался не только домушником. Выяснилось, что он приходился троюродным братом Илье Дружнику, заместителю председателя правкома Оргэнергостроя. Начальник, чего ждем? Сейчас придет следователь, все объяснит. Здравствуйте. Скажите, вам знаком этот мужчина? Почем я знаю? Посмотрите внимательно. Не не знаком. А что за мужик? Тогда что ваши отпечатки пальцев делают у него на кармане? Когда Громов услышал про отпечатки, он растерялся. Следователь заметил это. Ты что, начальник, на меня этого жмура хочешь повесить? Не знаю даже, кто он. Начальник, это не мой профиль, не моя специальность. Я таким не занимаюсь. Так, тогда повторяю вопрос, что ваши отпечатки пальцев делают у него на одежде? И поубедите они, пожалуйста. Ладно. Дело было так. По словам Громова, он оказался в новостройке по просьбе председателя правкома Дружника. Дальний родственник подкинул ему одну работенку. Надо было перетащить кирпичи. Вдруг в окне мелькнула знакомая куртка. Громов решил, что это брат пошел наверх поздороваться. Илья! Когда Громов поднялся наверх, то вместо своего брата застал там незнакомого мужчину. Э, мужик! Громов сначала решил просто уйти, но соблазн был слишком велик. Вор вернулся к трупу и обшарил карманы его куртки. Игорь, вот что ты сделаешь, если увидишь мертвого человека? Ну, вызову милицию. Вот. А вы, Громов, сразу по карманам шарите. Я документы хотел найти. А может, бумажник хотел вытащить? Да не было у него бумажника. А скорую я не вызвал. Так это вам светиться возле мертвяка безопасно. А у меня две ходки. Ну, вызвали бы анонимно. Громов объяснил, что мысль позвонить в скорую у него была, но ему по пути не встретился телефон-автомат. Ну, допустим, мы с Игорем поверим в эту замечательную историю. Только мне одно непонятно. Как вы могли троюродного брата перепутать с незнакомым мужчиной? Да у него была точно такая же замшевая куртка, как у моего братца. И цвет волос такой же. Много снизу разглядишь. Говорю же, куртку увидел и принял за Илью. Куртку говорите. А больше вы ничего снизу не видели? Видеть не видел, но кое-что запомнил. Баба там была до меня. Какая баба? А я почем знаю? Громов, у меня достаточно доказательств, чтобы предъявить вам умышленное. Вспоминайте бабу. Да какое умышленное? Я вообще не по-мокрому. Я не видел этой бабы. А с чего ты взял что баба? Может мужик? Не, точно баба. Духами фонил, аж на лестнице. Как только следователь услышал про духи, он тут же достал и дал понюхать Громову разбитый флакон, который он изъял у Маргариты Лебедевой. Похоже. Хотя я в этом. Во сколько вы были в новостройке? Где-то в начале девятого. Подтвердить показания Громова никто не мог. Дружник сказал, что помочь с кирпичами он брата просил, но сам на субботнике не был, приболел. Не сбрасывая со счетов, Громова следователь занялся версией, согласно которой причастной к убийству могла быть Маргарита Лебедева. Женщина солгала, сказав, что опоздала на субботник. По словам Громова, она зашла в новостройку задолго до его начала. Собирая информацию о Лебедевой, следовательно, ткнулся на неожиданные факты. Бдительная вахтерша проектного института рассказала. За Лебедевой после работы иногда заезжала новенькая Волга. Ее номер женщина предусмотрительно записала, пока машина стояла на парковке орган из гастроя. За семьей Маргариты машина не числилась. Волга принадлежала финансовому управлению города. Следователь отправился туда. В финн управлении подтвердили, Волга их закреплена за начальником отдела финансового контроля Павлом Леонидовичем Роско. Следователь прокуратуры Арапов. Мы можем повидать Павла Леонидовича? Он в отпуске. Давно? Дело в том, что Павел Леонидович еще неделю назад написал заявление на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. А что это за обстоятельства? Я даже затрудняюсь вам ответить. Семьи-то у него нет. Капитан, покажи фотографии. Оперативник показал девушке фото убитого мужчины. Ее реакция была красноречивой. Павел Леонидович, ну как? Что произошло? Что вам известно о его личной жизни? По словам девушки, шеф человек скрытный. Ничего о личной жизни не говорил. Если давал какие-то поручения не по работе, то потом всегда благодарил, мог раньше отпустить. И что это были за поручения? Вы знаете, похоже у шефа появилась женщина приблизительно год назад. Секретарь рассказала, что Роско стал частенько отправлять ее за подарками, довольно дорогими. А духи французские были? Да, были. Клима 50 миллилитров дорогущие. Два часа ждала, чтобы со склада принесли. А вот этих людей вы когда-нибудь видели? Нет, не знаю. А какие у вас связи с орг энергостроем по работе? Дело в том, что эти люди там работают? Вы знаете, похоже, я кое-что поняла. Как-то утром, примерно за недели две до убийства, Роско поручил своему секретарю собрать кое-какую информацию о двух людях. Михайлов Нюрова. А кто это? Не знаю. Оба работают в орган энергостроя. А зачем они вам? Это ведь ведомство нам неподотчетно. Может, мы еще докладуем написать в письменном виде? Простите, Павел Леонидович, я просто хотела узнать это по работе. По работе, по работе, Алина. Нюрова, так она уборщица, а Михайлов вообще уже не работает в орган энергостроя. Уволен. Что-то еще о них знаете? Нет, нет. А вот коллеги Роско, подчиненные, они как с ним? Ладили? Конфликтов не было. После разговора секретарша следователь проверил телефонные звонки. Роско выяснилось, что он практически каждый день звонил то на рабочий, то на домашний телефон Маргариты Лебедевой. Последний звонок был сделан утром в день убийства. Роско звонил Маргарите домой в 6 часов. Они беседовали около 20 минут. Маргарита стала главной подозреваемой, тем более, что возможность достать атропин у нее была. Муж Лебедевой Петр работал врачом-офтальмологом и имел доступ к атропин-содержащим препаратам. Когда была с мужем, и он, конечно же, это может подтвердить. Лебедева не знала, что оперативники уже установили. В ночь с 19 на 20 марта Петр Лебедев дежурил в больнице. Это подтвердили медсестра и две санитарки отделения офтальмологии. Дежурство длилось до 9 утра. Если у меня есть алиби, вы не имеете права меня подозревать. Тогда вы должны знать, что слова мужа не являются достоверным алиби. Я хочу видеть свою жену! Э-э-э! Куда? Стой! Стой! Петя, слава Богу, ты здесь. Владимир Иванович, извините. Где ваш начальник? Я хочу поговорить с ним. Сержант, все в порядке. Можете подождать в коридоре. Сначала мы с вами переговорим. 20 марта утром моя жена была со мной. Где была? Что значит где? Дома, разумеется. Я настаиваю, так и запишите. Очень странно. Откуда такая уверенность? Вас в то утро дома не было. Вы дежурили в больнице до 9 утра. Нет. Я с дежурства ушел пораньше и к 6 утра уже был дома. Я просто хотел отдохнуть перед субботником. И что вы делали, когда пришли? Я не помню. Позавтракал. Ваша жена спала? Ну да. Вы присаживайтесь. Значит, по телефону с убитым разговаривали вы. Я? Нет, я не разговаривал. Ну, а кто тогда, если вы утверждаете, что ваша жена спала? Да никто, никто с ним не разговаривал. Да мы даже не знаем его. Ладно. Посмотрите сюда. Следователь показал Петру Лебедеву распечатку телефонных звонков. В ней значилось, что ровно в 6.00 из квартиры Роско звонили в квартиру Лебедевых. Звонок длился 22 минуты. Роско живет один. Это она. Она с ним разговаривала. Ничтожество. На себя посмотри. Тряпка. Истеричка. Ты что думала, я из-за тебя, из-за твоего хахаля под суд пойду? Я не идиот. Да ты даже не мужик. Товарищ следователь, я не хотел вам брать. Это она меня заставила. Я не виноват. У меня алиби есть. Ну, потом расскажете. А пока, если позволите, мы продолжим беседу с вашей супругой. Прошу. Это не я, это она. Это она во всем виновата. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Врача! Продолжить допрос Маргариты смогли только через день. От волнения у женщины резко поднялось давление. Ее увезла скорая. Врач прописал Лебедевой сутки покоя. А пока следователь выяснил все, что касалось Петра Лебедева. Как оказалось, тот уже долгое время сожительствовал с другой женщиной. Она ждала от него ребенка. О взаимной неверности супруги знали, но на развод пара не подавала, чтобы не лишиться новой квартиры. Брак вполне можно было назвать фиктивным. По словам Лебедева, после развода Маргарита обещала разменять квартиру. Во время убийства Роско Лебедев был у своей любовницы и сразу от нее поехал на субботник. Через день врачи разрешили оперативнику Сергееву побеседовать с Маргаритой Лебедевой. Женщина выглядела подавленной. Она сразу начала говорить правду. Да. Я была на стройке в то утро. До начала субботника. Паша меня позвал. Сказал сюрприз. Чуть левее. Паш, в такую рань? Ну зачем? По словам Лебедевой, когда Роско привел ее в одну из квартир и показал вид из окна, она не сразу поняла, в чем заключается сюрприз. Оказалось, именно эту квартиру Роско обещал выбить для своей любимой. Сделаю так, чтобы эта квартира была твоей. Паш, как? Это невозможно. квартиры тут раздали еще до начала строительства. Ну, возможно. А ты не дооцениваешь возможности сотрудника финансового управления. Для чего Роско выбивать для вас квартиру? Вы же и так ее получили. Ну поймите, дом построен по спецпроекту. Три парадные, обычные квартиры, маленькие комнаты. Но квартиры в угловой вставке это просто мечта. Просторные, светлые, с лоджией и балконом. Ну и как? Роско планировал все это провернуть? А как у нас все проворачивают? Связи, презенты, услуги. Паша, он был из тех. Все мог достать. Со всеми договориться. Настоящий мужик. Оперативник поинтересовался, знал ли Роско, что Маргарита договорилась с мужем о дальнейшем размене квартиры? У нас был план. Паша отдал бы свою однокомнатную Лебедеву и его приживалке. А мы с ним остались бы в новой. Ну а если бы Лебедев не согласился? Так кто бы его спрашивал? Вы же Петю видели? А одно название. Ну поймите, не убивала я Пашу. Я когда уходила, он жив был. По словам Маргариты, Роско хотел осмотреться в новой квартире, прикинуть, что понадобится для ремонта. Но планировал до начала субботника уйти. Почему вы сразу об этом все мне рассказали? все-таки погиб ваш любимый человек? Но я же не знала, что это он. Я думала, это дружник. Я когда зашла, труп увидела, подумала, это наш зампредседателя правкома. Из-за его замшевой куртки. У него такая же... Куртка, говорите? Импортная, дорогая. Он постоянно мне щеголял. Ну так, а в чем был Роско, когда вы видели ее в последний раз? В плаще светлом. Красивый такой, с подстежкой. Я даже не узнала Пашу. Рассказ Маргариты Лебедевой про замшевую куртку заставил сыщиков всерьез задуматься над вопросом, откуда у Роско могла взяться другая одежда. Вещь по тем временам редкая. И куда делся дорогой плащ убитого? Если помните, на куртке нашли два отпечатка. Один на кармане принадлежал Громову, а второй на застежке идентифицировать до сих пор не удалось. Кроме того, в кармане куртки было небольшое пятно вслед от атропина. Роско не принимал никаких атропин, содержащих препаратов. Может, куртка действительно с чужого плеча? Тогда появлялись новые предположения. А что, если атропин принадлежал хозяину куртки? И что, если хозяин куртки зампредседателя правкома Илья Дружник? Следователь вызвал Илью Дружника на беседу, а заодно решил показать куртку. Да, вы знаете... А можете повернуть так? Очень похожа куртка на мою. Ну, нет. У меня подкладка другая. А где ваша? А знаете, такая история получилась. Я ее почистить пытался и замша пятнами пошла. Я психанул и выбросил. Это вы поторопились. Я бы на вашем месте покрасил куртку. Замша на ней хорошая. А я пытался покрасить свою куртку. А когда куртку выбросили? Недели полторы назад, точнее, не вспомню. А где красили? В химчистке. Какой? Слушайте, вы прям, такое внимание к моим предметам гардероба, мне прямо неудобно. Я вам покажу одну фотографию с места преступления. Обратите внимание. Следователь объяснил Дружнику, что куртка, которая была на Павле Роско ему не принадлежала. Скорее всего, убийца поменялся с Роско верхней одеждой. А я-то тут при чем? Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, мы просто проверяем. Кстати, где вы находились в момент убийства? Так, я вашему помощнику говорил, я приболел, я дома был. И это кто-то может подтвердить? Слушайте, ну вы меня прям как подозреваемого допрашиваете, ну я же не подозреваемый. Не допрашиваю, а спрашиваю. И вы просто свидетель. Мы с вами можем поговорить в любое удобное для вас время. А сейчас в 15 у меня в правкоме заседание и я кровоизносу должен там быть. Если я не арестован, то я пойду. Ладно. Можете идти. Спасибо. Всего вам доброго. Вот что, Игорь, давай-ка еще раз проверь этого зампредседателя. Так ведь уже проверяли. А ты еще раз проверь. Сделаем Владимир Иванович. Только сомневаюсь, что будет что-то новенькое. Игорь Сергеев ошибался. Когда в этот раз он опрашивал коллег Дружника, одна из женщин рассказала довольно странную историю. Два года назад, когда институт выделил средства на строительство дома, между Дружником и инженером Михайловым возник конфликт. Ссора разгорелась из-за одной уборщицы по фамилии Нюрова. Эти две фамилии уже всплывали в деле. Информацию именно по этим двум сотрудникам Оргэнергостроя собирала секретарша Роскоп по его просьбе. Оперативник не смог найти Нюрову, а вот уволенного инженера Михайлова разыскал и встретился с ним. Бывший инженер Оргэнергостроя был уверен, что Дружник Жулик проворачивает махинации с квартирами в новостройке. Обвинение серьезное. Знаю, о чем говорю. Я стоял на очереди на квартиру и тут рассчитывал, что все-таки уже наконец-то ее получу. И тут вдруг на мое место возникает некая Нюрова, уборщица, ветеран труда. Ну, а я, знаете, вроде как и неудел. Ну, а вы что-то выяснили? Ну, я начал выяснять и обнаружил, что никто эту Нюрову и в глаза никогда не видел. А квартиру она получила. Так, а Дружник здесь при чем? Так он ее на работу устроил. Он ей квартиру выбил. Мертвая душа. То есть, получается, в институте она числится, а работать не работает, так что ли? Верно. Я, когда Михайлов заподозрил, что его место на квартиру отдали фиктивному лицу, прямиком пошел к Дружнику и пригрозил ему. И чем дело кончилось? Да с работы меня поперли. За что? За антисоветскую литературу. В моем столе журнал обнаружили зарубежный. Да я точно знаю, это Дружник мне его подсунул, сволочь. Да, сплошная фикция. В одной из квартир новостройки обнаружен труп неизвестного. Дом, где это случилось, еще не был сдан в эксплуатацию. Мертвого мужчину нашла владелица одной из квартир, Маргарита Лебедева, которая с другими новоселами пришла на субботник. Мужчина скончался от инъекции большой дозы антропина. Личность убитого установили. Начальник финансового управления города Павел Роско. Выяснилось, он состоял в близких отношениях с Маргаритой Лебедевой. Обещал ей большую Павел в день своей смерти был одет в светлый плащ, а замшевую куртку, в которой его нашли, она на нем никогда не видела. Но точно такая же вещь была у зампредседателя правкома проектного института Ильи Дружника. На вопрос о куртке зампредседателя ответил, что выбросил ее. Сыщики выяснили, Дружник проводил махинации с квартирами в новостройке. Скажите, а вам не хотелось его как-то наказать, отомстить? После увольнения Михайлов все думал, как отомстить Дружнику. Финуправление им заинтересовалось. А ничего. Ну, видать, ни одного меня он объегорил. Постойте, в инуправлении этот человек интересовался Дружником. Он. Павел Леонидович Роско. Фамилия у него редкая, вот я и запомнил. Тогда я ему и рассказал и про Нюрову, и про Дружника, и про себя. А когда это было? Может, недели три назад? Показания Михайлова кардинально изменили мнение следователя о мотивах убийства. А Рапову все-таки удалось найти ту самую уборщицу Нюрову. Но в институте она не работала, да и не могла. Пенсионерка Нюрова уже год находилась в доме престарелых и страдала склерозом. Женщина даже связно не говорила. Выяснился еще один важный факт. У Дружника давно язва желудка, и ему прописывали атропин, содержащие препараты. У следователя не было сомнений, что Роско решил шантажировать Дружника, чтобы выбить квартиру получше для Маргариты Лебедевой. Возможно, шантаж и стал мотивом для убийства. Как только Дружника доставили на допрос, следователь первым делом сравнил его отпечатки с теми, что нашли на застежке замшевой куртки. Экспертиза показала, их оставил задержанный. Сомнений не оставалось. Зампредседателя правкома касался куртки, в которой нашли убитого Роско. Ну, может, это я у вас в кабинете, когда куртку осматривал? Что, идиотами нас считаешь? Не касался ты ее. Игорь, спокойнее. Ну, дальше вы сами. Ну, дружник, нужно отдать вам должное. Долго вы оставались темной лошадкой. Пальчики вообще ни о чем не говорят. У меня мотива не было, я Роско не знал. Вы хитры, но мы хитрее. Следователь решил узнать, не знакома ли дружнику ветеран труда уборщица по фамилии Нюрова. Фамилия Михайлов вам что-то говорит? Вот видите, и Роско вы знали, и мотив у вас есть. Знаете, чего у вас нет? Алиби. Чем вас шантажировал убитый? Дружник, вам не молчать сейчас надо, а говорить. И как можно подробнее. Потому что это, это дружник Вышка. Под расстрел я не пойду. Да у меня выбора не было. Да неужели? Выборы есть всегда. Давайте по сути. Зачем вы убили гражданина Роско? Да я не хотел его убивать. Ну просто сорвался. Илья Иннокентич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знакомы? Нет. Но пришло время познакомиться. меня зовут Роско. По словам дружника, с Роско он встретился за месяц до убийства. Тот подсел в парке. Представился и сразу объяснил, ему нужна услуга. Квартира для одной из сотрудниц института Маргариты Лебедевой. будет лишнее. Так вашей Лебедевой и так там дают квартиру. Чего вы беспокоитесь? Мне надо, чтобы Лебедевой дали квартиру во вставке. Это же пятом, шестом. Ну, вы, не понимаете. Но я не занимаюсь распределением квартир. Я прекрасно знаю, кто ты, что ты можешь. И знаю, что просьба моя тебе по силам. А тебе такой должник, как я, пригодится. Ты просто поверь на слово. Приятного аппетита. Ну и что же вы сделали одолжение влиятельному человеку? Не смог. Хорошие просторные квартиры были розданы. Вообще в нашем доме 70 квартир только достались сотрудникам института, а 30 влиятельным людям. Я с трудом смог замять историю с Нюровой. Оттуда троска возникла. И что вы сделали? Сказал начальству. Ну, они сказали, решай вопрос как хочешь. Ну, что я могу решить? Дружник признался, если бы афера вскрылась, все шишки посыпались бы на него. Павел Леонидович, а что в такую рань? Что-то случилось? Запах, кстати, приятный. Ты мне зубы не заговаривай. Надуть меня решил, гнида правкомовская. О чем это вы? Об уборщице Нюровой, которая в результате досталась квартира. Ты что думал, я идиот? Слов твоих не проверю. Роско был очень зол. Он рассказал дружнику, что все знает о подставной уборщице и что эту квартиру займет дочь председателя правкома. Квартира должна быть Маргарита. Иначе ты и твой председатель оба будете у меня сидеть. Послушайте, вы не понимаете, от этой квартиры мое будущее зависит. Твое будущее зависит от меня. На, полистай. А потом поедем к твоему начальнику. Будешь уговаривать отдать квартиру. Что? Просмотрев бумаги, дружник понял, что Роско не шутит. Там были показания Михайлова, справка из дома престарелых, справка о членах семьи Нюровой и другие документы, которые доказывали, что женщина получила квартиру фиктивно. Послушайте, Дружник умолял Роско не давать документам хода. Объяснял, что после того, как дочь председателя правкома получит квартиру, он, дружник, займет его место и в долгу не останется. Даже предлагал взамен квартиру в любом кооперативе. Это ты не понимаешь. Тут дело не в квартире. Дело в принципе. Побеждает всегда сильнейший. А сильнейший здесь я. Готовь квартиру Лебедевой. Дело не в квартире, да? Да. Ну, дайте хотя бы подумать. Конечно. подумай 30 секунд. Не в квартире дело. А можно было по-человечески решить. То есть вы хотите сказать, что шприц с атропином у вас в кармане оказался случайно? Случайно? Я вам клянусь. Я этот атропин в поликлинике беру. Ну, по знакомству, конечно. Он чистый, растительный. При язве я его добавляю в воду. Незаменимая вещь. Ближе к делу. Да я же вам говорю, случайно все вышло. Присаживайтесь, пожалуйста. Дружник каждые две недели покупал лекарства у знакомой медсестры. Делал это в субботу до открытия поликлиники. Поэтому у него в тот день и оказался с собой шприц. Этого вам на целый месяц хватит. Атропин концентрированный. И разводить его нужно не на один литр воды, а на два. Видите, я специально в шприце держу, удобно тезировать. И пожалуйста, я вас очень прошу, будьте аккуратны с иголкой. Не укалитесь, там яд. Вот так у меня и оказался этот чертов шприц. Не хотел я Роско убивать, просто не совладал с собой. Ну допустим. Но вы же ему не только лошадиную дозу яда вкололи. Вы же еще поменяли его плащ на свою куртку. Зачем? Я когда понял, что весь Атропин ему вколол, испугался, ну подумал, если на куртке пятна не заметят, ну подумают, мало ли, что там может к себе колеть. Когда Атропин стал действовать, Дружник снял с Роско плащ. Забрал все из кармана в куртке, накинул ее на плечи умирающему и ушел. Дружник, вы вкололи человеку смертельную дозу и оставили умирать. Мучительно умирать. Только не надо меня совестить. Роско был отменной мразью, вором и взяточником. Ну, написали бы на него заявление, пошли бы в милицию, в ОБХСС. В ОБХСС. И кто бы первый попал под раздачу? Я? Дружник, вы солидный человек, занимаете немаленькую должность. Думаю, Игорь прав. Выбор у вас был. Желая избежать высшей меры наказания, Илья Дружник дал показания против руководителей Орг. Энергостроя, обвинил их в том, что именно они принуждали его к мошенничеству с квартирами. Все виновные понесли наказание от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Маргарита Лебедева получила квартиру в новом доме, но, разумеется, не ту, которую обещал ей Роско. Вскоре подала на развод и очень быстро разменяла квартиру, чтобы поскорее переехать из дома, где погиб ее любовник. Спустя какое-то время Лебедева уехала из Одессы, хотела начать новую жизнь. Илью Дружника приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В первую пятницу марта 70-го года в редакции газеты «Комсомольское племя» был праздник. Его устроили в честь сотрудников, награжденных медалью за доблестный труд. Памятную награду выпустили к грядущей юбилейной дате, столетию со дня рождения Владимира Ильича. И начали раздавать за месяц до события, чтобы в день праздника все 11 миллионов награжденных надели свои медали. Товарищи, кто-то скажет, медаль не орден, но эта медаль особенная столетие нашего вождя. И как на ордене Ленина, на этой медали его профиль. Товарищи, вы заслужили за вас. Ну, здорово. Здорово. Грибочками закусывайте. Сам собирал. Хоть не бледная поганка, Васюк, а то ты мочешь. Работники редакции всем коллективом обмывали юбилейные медали за доблестный труд, которые получили главред Зайцев и корректор Корнечук. Что не говорили, у себя нет справедливости. Старому лодырю медаль дали, а молодого трудягу за его анонимки с работы уволили. Ничего, ничего, Валюша. Попомни мои слова. Корнечуку за все его кляузы воздастся. А вот и десерт. Народ, а что с Кондрат Ивановичем? Какой-то он совсем зеленый по коридору побрел. Мы его зовем, а он не слышит. Только не надо на мои грибочки валить. Кондрат Иванович всеядный. Он как трактор все молотит. А еще алкоголь. ему плохо стало. Ему его капли дал. А он, он еле дышит. Ваня, как ты здесь оказался? Трудовую тебе уже отдали. За вещами зашел, будь они неладный. Сотрудники, которые нашли корректора Корничука без сознания на полу в коридоре редакции газеты «Комсомольское племя», вызвали неотложку. Бригада приехала быстро. Корничука отвезли в центральную больницу города Херсона, где он, не приходя в сознание, скончался. Причина смерти шокировала врачей. Корничука убил яд герзы. Как он оказался в крови ветерана, да еще в таком большом количестве, медики понять не могли. После осмотра места происшествия в больницу выехал следователь прокуратуры Гальчинский. В этом деле Петр Николаевич изучил немало улик, прежде чем смог понять истинный мотив убийства. А вы не могли ошибиться? У нас груза не водится. Нам что, и в редакции искать? Может, и в редакции. Судя по количеству яда, его 15 годюк ужалить должны были. А следов укусом на теле нет, верно? Правильно мыслишь, товарищ следователь. Не едино. Что при нем нашли? Капли зеленина? Такие используют сердечники или те, у кого язвы или гастрит. Возможно, убойная доза яда попала в его кровь через язву. Совершенно верно. И вскрытие это подтвердило. Никакой гюрзы нет. Гриша, содержимое флакончика на экспертизу. Я думаю, его отравили сухим змеиным ядом. Потребность фармакологической промышленности Советского Союза в сухом змеином яде составляла 5 килограммов. В 1968 году в Азербайджане начал функционировать Зиринский герпетологический комбинат. Благодаря его работе Азербайджан производил 3 килограмма или 65 всего добываемого змеиного яда. Остальные 2 килограмма добывали в Республиках Средней Азии. В каждом регионе, чтобы не нанести урон популяции гюрзы, отлавливали не более полутора тысяч змей. Весь полученный яд отправляли в Прибалтику, где из него изготавливали лекарства, мази, противозмеиную сыворотку. На международном рынке 1 грамм сухого змеиного яда в зависимости от качества стоил от 600 до 1800 долларов. Что-то еще было? Да вот еще, пожалуйста. Верни медаль, ты ее не заслужил в случае отказа смерть. Интересная записка. Буква А на машинке западает. Гриша, проверить все машинки в редакции. Есть. Петр Николаевич, нам только что в отделении главред газеты Комсомольской племии позвонил. Говорит, его хотят убить. Так, ребята, вы тут заканчивайте, мы с Гришей погнали. Убийца не шутит. Не хватало, чтобы он еще главреда траванул. Вот записка. Верни медаль, ты ее не заслужил в случае отказа смерти. Но не переживайте, вот так разберемся. Где вы ее нашли? Вот здесь она и лежала. А вчера, когда я уходил, ее не было. Гриша, надо составить список сотрудников, кто мог сюда заходить. А вы как думаете, кто мог быть здесь? Ну, я сам недавно пришел. Галя! Галя! Да? Галь, а скажи, пожалуйста, кто ко мне заходил, пока меня не было? Я, честно говоря, сегодня опоздала на два часа. поэтому никого не видела. Понятно. Галя, спасибо. Скажите, а вы с кем-то конфликтовали в редакции? Кстати, хотя за последний месяц у меня только один конфликт был из-за увольнения младшего корректора Ивана Сидоренко. Младшего корректора, говорите? Да. А Корнейчук был причастен к этому скандалу? Был. Около недели назад в органы партийного контроля пришла анонимка на младшего корректора Сидоренко. В ней сообщалось, что комсомолец скупает у фарцовщиков пластинки с заграничными исполнителями «Битлз», «Битлз», «Плэтзеппалин», «Дорс», «Пинкфлойд» и слушает их дома. Факты подтвердились. Пропесочили его не может человек с такой репутацией работать, так сказать, на передовой идеологического фронта. Сделали ему соответствующую запись трудовой книжки. Иван Сидоренко написал заявление об увольнении, но перед этим у него был конфликт с Корнейчуком. Пройдемте. Я вас познакомлю с коллективом. ЧП в редакции Херсонской молодежной газеты «Комсомольское племя» скончался корректор редакции Кондрат Иванович Корнейчук. Причина смерти яд Гюрзы. Следов укусов на теле не обнаружено. Установили Корнейчука отравили сухим змеиным ядом. При убитом найдена записка с угрозой. Такую уже получил и главный редактор Зайцев. Выясняется, за неделю до происшествия из газеты пришлось уволиться младшему корректору Алексею Сидоренко. Парень винил в этом Корнейчука. Добрый день. А вот свидетель этого скандала Людмила Котова Валентина Барабаш. Добрый день. Здравствуйте. Ну, расскажите, девушки, что произошло? Последнюю неделю у нас в редакции такое творилось, ужас просто. Вот сердце Корнейчука не выдержало. У нас в редакции, когда об анонимке узнали, все стали шептаться, что ее Корнейчук составил. Он уже не первый раз разные докладные записки в разные инстанции писал. Причем по любому поводу. А нам говорил, что правду любит и делает это по единим соображениям. Так что, Иван, придется тебе написать заявление по собственному желанию. по твоей милости ухожу, а теперь еще из Комсомола отчислить собираются. И правильно сделают таким, как ты, не место в Комсомоле. Ну, мразь же ты, Кондрат Иванович, у меня мать больная на руках, сестренка малая, бить тебя мало. И что, так я сказал? Да. А вы не видели во время праздника кто-то брал лекарства Корничука? Плохо стало. Хорошо. А сегодня утром кто первым в редакцию зашел? Так тоже Ванька. Он вчера свои вещи так и не забрал. А мы с Люсей пришли, а он со стола свои вещи сгребал. А вы не видели? Он в кабинет Глабреда не заходил? Да кто ж его знает? До нашего прихода он тут сам был. Из редакции оперативники поехали по месту прописки Ивана Сидоренко. К тому моменту следователь уже знал, парень полдня работает на стройке, после обеда возвращается домой. Ивана встретили на улице. Иван Сидоренко? Да, я. Следователь Гальчинский. А это оперуполномоченный Буэновский. Мы расследуем убийство Корничука. Корничука убили? Отравили. И как раз после твоих угроз. Лично я в совпадение не верил. Что ты ему в рот влил, а? В его капли. Эй, Кондрат Иванович. Чего тебе? Поговорить хотел, спросить. Вот вам самому не противно? Вас из-за ваших доносов совесть не душит? Эй, эй. Что? Черт. Откуда я знаю, кто его и зачем отравил? Я тут при чем? Вам, гражданин Сидоренко, придется проехать с нами. В прокуратуре у Сидоренко откатали отпечатки пальцев. Они совпали с пальчиками, которые остались на пузырьке с лекарством Корничука. Впрочем, Сидоренко не отрицал, что брал в руки капли старика. Эксперты проверили содержимое пузырька и подтвердили, что в капли зеленина добавили концентрат змеиного яда. Иван Сидоренко свою причастность к отравлению ветерана и к запискам с угрозами отрицал. Анализ записок показал, текст набрали на одной из редакционных машинок. Ни за кем из сотрудников пишущая машинка с западающей буквой А закреплена не была. По правилам редакции на ней работали стажеры. Следователь предполагал, что Сидоренко намеренно набрал записки на общей машинке, чтобы отвести от себя подозрения и не подставлять никого из коллег. А вот понять, где Иван достал редкий змеиный яд, следователь Гольчинский пока не мог. Симпатичный зверь. Назовели, чтобы не скучно было? Это подопытный экземпляр. Сочувствую, братишка. Оперативники обходили все лаборатории, куда теоретически мог поступать змеиный яд. Не осталось без внимания и лаборатория Херсонского отделения научно-исследовательского института сельского хозяйства. Мне сказали, что вы меня ожидаете. Я за в лаборатории Инга Всеволодовна Капица. Очень приятно. Григорий Буяновский из милиции. У меня к вам важный вопрос. Сразу хочу сказать, у нас образцово-показательная лаборатория. Толя, выйди, пожалуйста, на обед. В вашей лаборатории змеиный яд есть? Конечно. Вы знаете, мы разрабатываем экспериментальное вещество на основе яда гюрзы. Будем прогонять грызунов с полей без химикатов. Три дня назад ядом гюрзы отравили человека. В лабораторию что-то яда ведется? Конечно. Понимаете, продукт затратный. Для того, чтобы получить один грамм сухого концентрата, необходимо выдать 250 особей. Весь яд мы получаем из Иринского герпетологического комбината. вот здесь у нас хранятся яды. Вот яд. А вот отчетность. Сколько пришло, сколько грамм использовали в лабораторных исследованиях. Если хотите, можем взвесить прямо сейчас. А на каких весах лучше взвешивать? Лучше на тех. Инга Капица проработала в ней всю свою жизнь. За новаторские научные разработки и усердие ее назначили заведующей лабораторией, чем она очень гордилась. Приход оперативника озадачил ее, поэтому Капица и предложила взвесить яд. Ей хотелось поскорее доказать, что она честный советский ученый. лаборатория, и ткань и ткань. Оперативник и заведующая лаборатории взвесили весь яд и проверили по журналам количество использованного в исследованиях продукта. Тридцать граммов не хватает. Это ЧП. Это тридцать тысяч рублей. Какой ужас. Как такое возможно? На чьей смене произошла утечка? Светлицкий Антон. Стало быть, это у нас завещание. Это договор дарения, оформленный на ваше имя. И согласно этим документам, вы являетесь наследником. Поздравляю. И когда я вступаю в наследство? Минутку я открою. Добрый день. Прокуратура. Разрешите. Добрый день. Проходите. Следователь Гальчицкий. Оперуполномоченный Буяновский. Вы гражданин Светлицкий? Да, я. А что, собственно, произошло? У нас есть к нам несколько вопросов. Разрешите войти? Да, конечно. Проходите. Благодарю. Так, а что, собственно, произошло? Дело в том, что ваше имя появилось несколько часов назад в деле об убийстве. В каком убийстве? Вашего дядю, Кондрата Корничука, отравили змеиным ядом. А яд из лаборатории пропал в вашу смену. Что? Вы рехнулись? Что, ботаник? Не так все вышло, как запланировал. Я пойду, наверное. Вы, простите, кто? Нотариус. Шмидт моя фамилия. Мне кажется, товарищ Шмидт, вы именно тот человек, который может рассказать очень много интересного. Присаживайтесь. Гриша, выведи подозреваемого в соседнюю комнату. Позвольте узнать, товарищ Шмидт, а что вы здесь делаете? Ну, я, собственно, документы занес своему клиенту. Нотариус рассказал, что Антон Светлицкий, единственный наследник Кондрата Корничука, незадолго до смерти тот прописал парня в своей квартире в центре Херсона и составил завещание на автомобиль «Москвич» и дачу у моря в селе Геройское. Но за две недели до смерти случилось сухо. Из-за чего Кондрат Иванович решил выписать племянника из квартиры и аннулировать завещание. Но не успел. Спасибо, что подбросил меня с дачи. Кто же знал, что в машине не окажется запаски? Это племянник мой брал ее и... Пустяки. А вот и нет. Это вам. Домой приедете, побалуетесь. Ты? Дядя, это не то, что ты подумал. Корректор не ожидал, что племянник воспользуется его отсутствием и приведет к нему домой девушку. Тем более ту, которую увидел Корничук. Дядя Кондрат, ты не переживай. Все будет хорошо. Я хочу на ней жениться. На ней только через мой труп. Из квартиры выпишу. Дарственную порву. Завещание перепишу. Ты понял? По словам нотариуса, ветеран поставил племяннику ультимату. Или тот разрывает с девушкой отношения, или он лишает его всех прав на наследство. Как дело обстоит, интересно. И мотивчик стройный вырисовывается. Товарищ Шмидт, большое вам спасибо. Вы нам очень помогли. Спасибо. Обращайтесь. Да. Товарищ Шмидт, спасибо вам еще раз. Ну да, до свидания. До свидания. Гриша, заходите. Спасибо. Быстро же вы сориентировались, гражданин Светлицкий. А как имя девушки, которая так не нравилась вашему дяде? А вы ей говорили о всех ваших подвигах? Ничего вам не скажу. Она ни в чем не виновата. Антона Светлицкого задержали. Но свои вины в смерти дяди он не признал. Биохимик утверждал, яд из лаборатории не выносил. А о записках с угрозами, отправленных убитому Корнечуку и главреду Зайцеву, ничего не знает. Не назвал Антон и имя девушки, с которой встречался. Зацепка была в том, что покойный Корнечук знал девушку. Поскольку старик был домоседом и никуда кроме работы не ходил, следователь предположил, что она работает в газете «Комсомольское племя». Но главное теперь было все-таки отработать версию с племянником. Скажите, а к Корнечуку на работу его племянник приходил? Один раз приходил. Раз, говорите. А за машинку «Москва» не садился? Нет, что вы. У нас пишущая машинка стоит в дальнем кабинете. И попасть туда посторонний посетитель не мог. А может, его ветеран провел? Послушайте, последние две недели у нас в редакции студенты были. К машинке не подступиться. А как вы думаете, Антон мог встречаться с какой-нибудь девушкой из вашей редакции? А вот это вряд ли. У нас все барышни пристроены при мужьях и женихах. Понятно. Спасибо. Сотрудницы редакции не сообщили ничего нового. Поиски загадочной девушки, против которой был категорически настроен Корнечук, зашли в тупик. Товарищ, есть какие-нибудь новости по поводу записки? Я до сих пор переживаю за свою жизнь, вы понимаете? Ну, мы работаем, работаем. Знаете, как-то не видно, что вы работаете. У меня сроки горят, понимаете? Я переживаю, постоянно возбужден вот такой вот. Это никуда не годится. Это товарищ Сушко, дежурный на проходное отделение НИИ. Он лично видел пассию подозреваемого. Вот так удача. Слушаю вас. Не молчи. Твоя оплошность. Выговором не отделайся, подсудное дело. Постороннюю замогрыч в здании института провел. Даже документы не спросил. Да, товарищ, ну и натворили бы дело. Теперь вам придется вспомнить, как выглядела эта девушка. Иначе... Красивая она баба, конечно. Вот это уже хорошо. Гриш, найди Мишу, портрет рисовать будем. Неделю назад в ночную смену пришла незнакомка. И говорит, пропустите. Мне срочно надо жениха увидеть. Я в Ленинград уезжаю надолго. И хотела попрощаться. Ну, я же не зверь. Пожалуйста, вспомните только точно. Какого числа это было? Это было точно 1 марта. Благодарю вас. В этот же день в лаборатории НИИ произошла утечка змеиного яда. Здравствуйте. Приступим. Пожалуйста, постарайтесь точно вспомнить тип лица. Круглый, овальный. Через час оперативники получили портрет невесты подозреваемого. Девушка была очень похожа на Галину. Секретаря редакции газеты «Комсомольское племя». Галина, нам надо сами серьезно поговорить. Не пугайте меня. Что произошло? Пугаться раньше надо было. Товарищи женщины, не мешай. Выйдите на импель. Скажите, пожалуйста, вы знали о замыслах вашего жениха Антона отравить дядю ради наследства? Что за бред? Мой жених живет в моем родном селе под Херсоном. Я Антона два раза в жизни видела. Понятно. Гриша, уведи Галину. Работаем. Обратим внимание на каждую деталь. Вот эта копирка. На ней отпечаталось начало заявления в прокуратуру. В нем неизвестный рассказал о преступлении, которое произошло несколько недель назад. Заявление. 24 февраля 1970 года я стал свидетелем убийства. На выезде из Херсона в сторону поселков Жавтневая и Молодежная автомобиль «Волга» сбил мужчину. За рулем находился... На этом текст обрывается. Задержанная пасечник находку никак не комментировала и уверяла, что забрала копирку с общего редакционного стола. Гальчинский отправил вещдок на графологическую экспертизу, чтобы выяснить, кто из сотрудников редакции это написал. Результаты экспертизы полностью перевернули ход расследования. Заявление об аварии было написано рукой Корничука. У следствия появился новый мотив. Тело пока у нас. Мужчина одинокий. Только вчера удалось через милицию на севере родственников найти. Так что пока ждем. Стало быть, вещи его тут? Да, здесь. Следак уже смотрел. Удостоверение с фамилией нашел. По нему родичие нашли. С материалами дела я ознакомлен. По протектору шин машина «Волга» была. Но улик мало, зацепок никаких. А вот это интересно. И что там? Сталинит. Покрытие для фар, кажется. Ух ты. Ну, порадуй меня, Куравлёк. Легко. Как вы и предполагали. На одежде, рубашке и курточке потерпевшего были обнаружены частицы Сталинита. Следы от разбитой фары. Ну, вот по фаре мы его и найдем. Вот только ребята до нас уже все мастерские проверили. Глухо. А я что думаю, он же не идиот, понимает, что мы все мастерские обойдем и проверим. И правда он мог затаиться? Что миха пройдет, и он сразу погонит машину в мастерскую. А я вот что думаю. Нам надо еще по гаражам пробежаться. Поискать тех, кто сами занимаются рихтовкой. Он мог машину к частнику загнать. Займемся? Я поспрашиваю мужиков. ЧП в редакции Херсонской молодежной газеты «Комсомольское племя». Скончался корректор редакции Кондрат Иванович Корнейчук. Причина смерти – яд Гюрзы. Установили. Корнейчука отравили сухим змеиным ядом. Под подозрением Антон Светлицкий, племянник ветерана, который работает в лаборатории НИИ, где хранится такой яд. Корнейчук хотел выписать племянника из квартиры из-за романа парня с Галиной, секретарем газеты «Комсомольское племя». На рабочем столе девушки следователь находит копирку, на которой отпечаталось заявление в прокуратуру, написанное Корнейчуком. Незадолго до своей смерти корректор стал свидетелем ДТП, участник которого работает в редакции газеты. Оперативники установили все точки частной рихтовки и планомерно их обходили. В тот же день они пришли домой к автослесарю Макару Перекатиполе, который работал незаконно. В его гараже стояла новая «Волга». Экспертиза показала, что именно этот автомобиль сбил насмерть колхозника Андрея Топилова. Всего за пару часов через картотеку ГАИ оперативники установили имя владельца «Волги». Правоохранителям осталось только задержать преступника. Работал он в редакции газеты «Комсомольское племя». Товарищи, вчера в Монголии в 16.00 произошло землетрясение. Почему никто не доложил мне об этом? Почему вы не доложили мне? А вы? А вы почему не доложили? Так, товарищи. Я, конечно, понимаю, что у вас расследование. Но у нас важные вопросы на повестке дня. Мы работаем. Нельзя потом как-нибудь все это? Извините, но ждать мы не можем. Товарищи, вам нужно выйти. Ну что, Зайцев, вот и настал твой звездный час. По душу твою приехали, потому как на твоей «Волге» человека сбили. И единственного свидетеля этого ДТП, ветерана Корнечука, в твоей редакции отравили. А я ничего об этом не знаю. Да знаешь ты, Зайцев. Знаешь. Увести. Следователь искал любые упоминания о дне, когда произошло ДТП. Ему повезло. В записной книжке Глафреда была заметка. На вечер 24 февраля тот запланировал единственное событие, обозначенное заглавной буквой «О». Рядом с записью стоял чей-то номер телефона. «Добрый день». «Извините, а куда я попал?» «Отрада?» «Извините, а это что?» «База отдыха?» «Скажите, пожалуйста, ваш адрес». «Записываю». «Благодарю вас». «Гриша, кажется, все сходится». «Мотай срочно на эту базу и выясни, когда оттуда уехал Зайцев и с кем он был». «Принято». «Там на базе, главное, банька уютная. Все работники Зайцева помнят. Приехал он в отраду на Волге в 7 часов вечера с секретаршей Пасечник. Ее по фото опознали. А он уехал в 22.15. А потерпевшего Топилова он сбил около половины одиннадцатого. Давай-ка, Гриша, этого Зайцева сюда говорить будем. «Вам лучше заговорить, Зайцева. Вы сбили человека, потом отравили свидетеля ДТП. Все-таки тюрьма лучше вышки». «Да этот старый хрыч Корничук сам напросился». «Безусловно, конечно, вы тут не виноваты. Давайте с баньки начнем». «Я себе Волгу купил, хотел отметить». «Галюсенька, а что ты сегодня вечером не под контролем?» «У меня жена в трусковец укатила. Может быть, махнем в отраду, попаримся?» «Да-да». «Ты еще за новую машину проставиться должен». «Ну, конечно». «Я за». «Мой кавалер на работе». «До завтра, товарищи». «Вы идете?» «Хотелось попросить меня подбросить». «Я не домой, у меня дело есть важное». «Вы все бдите, Кондрат Иванович». «Бывших разведчиков не бывает, Вася. А ты иди, иди домой, смотри телепередачи». «До завтра». «А Галка его ждет». «Ну ничего, Леша, полетишь ты у меня с должности главреда. Ох, полетишь». «А это Москве. Мухи». «Хихотина一直 Rovichа...» Насмерть сбили, сволочи! Где же тут телефон-автомат? Да я вам клянусь, этот мужик сам вот так вот перед машиной появился. Я тормозил. Да не рассказывайте вы сказки, Зайцы. Показаниям работников базы, в частности, банщика Якова, вы вдули бутылку коньяка и сели пьяным за руль. Что было дальше? Я увидел приближающуюся машину, испугался и быстро уехал, а потом переживал. Запомнил ли водила мои номера, но все оказалось значительно хуже. Кондратий Иванович, я занят сейчас. Ты убийца, Леша. Убийца. Я был на месте ДТП и все видел. И что вы уже заявили? Это ты сам на себя заявить должен. Это вопрос твоей совести. Кондратий Иванович, я сейчас не могу. Вы же знаете, у меня выпуск на носу. Выпуск на носу. Даю тебе две недели. Потом я сам на тебя и на твою шалаву Гальку заявлю. Понял? Гриша, приведите пасечник. Я все рассказал Гале и мы вместе придумали план. Галя, они все знают. Что, уже все растрепал? Да кто тебя за язык тянул? Галя. А я одна тому-то не собираюсь. Это он меня подговорил украстьят из лаборатории. Однажды к нам в редакцию пришел Антон, племянник Орнеичука. Я ему понравилась. И он пригласил меня на свидание. А я согласилась. Он мне весь вечер про эти змеиные яды рассказывал. Будто бы мне это интересно. Но эта информация вам потом и пригодилась. Это ты украла я. Так что не получится на меня все свали. Да сволочь, это ты меня заставил. Да перестаньте высобачиться, граждане преступники. Вы лучше расскажите, как вы дальше все обтяпали. Анташа, привет. Это я. Как ты прошла? Секрета надо знать. С дежурным все договорено. Твой дядя нам видится запрещает. Вот и приходится изгаляться. Яблочки помой. Зайцев и Пасечник придумали план, согласно которому девушка должна была тайно вынести яд из лаборатории. Это оказалось несложно, ведь Антон был влюблен в Галину по-настоящему. Зайцев купил в аптеке капли зеленина и растворил в них змеиный яд. Галине оставалось только подменить перед праздником пузырьки. И все-таки, Зайцев, одного не могу понять. Ну, как можно быть таким всеядным? И человека на дороге оставили, и девушку под другого подложили. Разговор окончен. Увести. Алексея Зайцева за вождение в нетрезвом виде, приведшее к аварии и смерти человека, из-за убийства свидетеля ДТП Кондрата Корнечука, приговорили к 12 годам лишения свободы. Его подельница Галина Пасечник, как непосредственный исполнитель убийства, получила 13 лет. На вынесение сурового приговора повлияло соучастие Зайцева и Пасечник в краже государственной собственности, сухого змеиного яда. Все обвинения с племянника убитого Антона Светлицкого были сняты. Программу по использованию змеиного яда для борьбы с грызунами в УССР вскоре свернули в связи с дороговизной сырья. Яд Гадюк, как и раньше, продолжали использовать только в медицинских целях.